Время открытого слоя, 3 километра ниже кукурок совершенно находится. Значит, ворота, главная ворота гиппадрома находилась там, примерно, где, вы видите, вот это жертвенная клейбурточка, где туристическая позиция. И оттуда же заехали коллективный гиппадром и получили двойный моногон, там где-то будет тепловое. И оттуда же заехали коллективный гиппадром и получили двойный моногон. Ну, сколько-то было в 8 километра, где мы смотрели, туда же киппадрома переделали водохранилище. И посередине, где вы видите вот этот ряд колонн, представьте, здесь, именно посередине находились стены. Четыре было стены, между ними было определенное расстояние. И надетыми же спинами стояли такие красивые, приятные колонны, красивые фонтаны, очень красивые статуи, скульптуры бронзовые. И бронзовые культуры в основном были связаны с греческой мифологией и римской культурой. Из разных регионов, из общей территории римской культуры, ее до чего сюда привозили, чтобы объединить общую культуру общего народа римской империи. Это значит, что национальная была великая государство, где как можно было объединить культуру всех. Музей Сулеймана Паши. Бывший дворец Сулеймана Паши. Бывший дворец Сулеймана Паши. Бывший дворец Сулеймана Паши на колесницах, они между собой и общались. И так упоминается в римских источниках, что народа токсина не порадовало ничего больше, кроме бесплатного хлеба и бесплатных скачек на колесницах. Как обычно, как говорят, хлеб из релишей. Имейте в виду, что это постамент сохранился 4 века в таком хорошем состоянии. А колонне 3,5 тысячи лет. 3,5 тысячи лет, потому что она сохранилась в середине 2-го десятилетия со времен правления фараона Тукмуса III. Когда он одержал блестящую победу над народами палестины, в честь этой победы возле Харнаковского храма, храма Амон-Ара, поставили две таких больших длинных колонн. Длинных колонн, в смысле, в самом деле колонна в целном виде не сохранилась до наших времен. Если ее высота была около 30 метров, сейчас 19 метров. И так предполагает, еще на целном виде она весила бы около 800 тонн. Перенимательно смотрите, снизу резко исчезают эти знаки. Значит, нижняя часть колонны либо раскололась во время процесса, когда старались ее поднимать, поставить над постаментом, потому что было две попытки. Только вторая попытка была успешна. Либо специально нижняя часть колонна в изантийской империи, не знал на греческом, так и на своем родном языке, у него никакого шанса не было. Имейте в виду, изантийский период, это был самый важный закон. А наверху вы видите ложа, опять же, императора на ложе, видите его, как сыновей наследника, помощника и брата, извините. И рядом, внизу вы видите две группы фигурных. Внимательно смотрите, с левой стороны люди одеты очень, как из тонкого материала, как прям сливается одежда. Какое-то материал может быть, если речь идет о тонкости, естественно, шок. Смейная колонна. Внимательно. Но в рейтинге состояла одна из тех иных машин в начале пятого события. И наконец-то до рейтинге принесли во время «Крекорской Федерации» в Крекорской Федерации против Синькин. При «Крекорской Федерации» битва армии перцев закончилась победой грехов. И, естественно, были собраны разные виды оружия. В основном эта колонна была сделана из щитов элитных отрядов Тепсетской Айты. Щиты состоялись из двух своих, из них и из бронз. Представьте, при плаве делали эта колонна. И внизу, так и в горной колонне, отсюда этого не видно, сохранились названия греческих городов-союзников, которые были в составе этого союза во время победы над Персами. Значит, перед вами это есть символ победы греков над Персами начала 5-го столетия до нашего года. И постамент под колонной со следом воды, видите, доказывает того, что всегда колонны пользовались в качестве фанта. Несложно себе представить, как она красиво выглядела, когда иссекала вода из трех голов земель, драгоциальными крупными драгоциальными камнями. Сейчас, к сожалению, одна голова в Дултанском музее, одного в Дултанском музее в Стамбуре, третья голова исчезла навсегда. Да. Вместо снического мира эта колонна не отступала по красоте Родовскому колосу. По красоте речи идет. Если мы увидим, даже как-то такая немного, подкрывая, да, следы реставрационных работ, как заплатки выглядят. Отверстий очень много, некоторые думают, что, наверное, следы Второй мировой войны, такого отсутствия не было, это следы закрепления красивых медных пластин. Почему же она славилась названием колоска? Потому что со всех сторон эта колонна была облицована красивыми медными пластинами, на мраморном постаменте под колонной были крупные драгоциальные камни, и по одной ветре, на верху, на колонну, был большой шар. И когда Солнце восходило, так помню, с той стороны, представьте, все так как переливалось, как это все передалось к этому шару. Так шар как будто обриснил, как будто Солнце восходило отсюда, из центра Константинополя. И когда эти крестоносцы увидели эту колонну, блестящую из-за рекламы, думали, что, наверное, им больше начать еще не надо, думали, что колонны из чистого золота. Но когда содрали отсюда эти пластины, выяснили, что это медь, чеканили моменты, оставшиеся часть возили в Италию. Поэтому эти медные пластины в таком же виде из... Продолжение следует...